Поздравляем с днём флага Республики Татарстан! Чтим память великих писателей! Какое будущее нас ждёт? Коронавирус набирает обороты! Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Гульшат Губайдулина. Ровно 32 года назад, 29 ноября 1991 года, Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового, государственного символа республики, зелёно-бело-красный флаг. Формально он представляет собой прямоугольное трёхцветное полотно со отношением сторон один к двум. А вот углубиться в его историю и скрытый смысл вам поможет моя коллега Елизавета Газизянова. 30 августа 1990 года, Верховный Совет ТССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Этот шаг положил начало кардинальным изменениям национально-государственного устройства Татарстана и стал своеобразной точкой отсчёта в проведении самостоятельной политики глубоких преобразований. Новый статус республики обязывал к созданию собственных официальных символов. Затем Верховный Совет ТССР сформировал Конституционную комиссию во главе с первым президентом Ментимером Шаймиевым, который предстояло подготовить Конституцию Республики. В результате упорных трудов рабочей группой большинством голосов был выбран проект флага народного художника ТССР Тавиля Хазиахметова. У нашего флага большой исторический путь. Дело в том, что весь советский период в своей символике мы использовали эмблему знамя Рософсер. И мы отличались от большинства других автономий всего лишь наименованием. На нашем знамени стояли буквы Татарская ССР, ТССР, на арабской графике, латинской графике и на кириллице. И лишь с обретением независимости и суверенитета республика решила создать свой оригинальный флаг, который бы соответствовал и историческим традициям народов, населяющих Республику Татарстан, и вместе с тем отражал бы стремление к будущему. Государственный флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного цветов. Белая полоса составляет одну пятнадцатую ширины флага и расположена между равными по ширине полосами зеленого и красного цветов. Главным символическим объектом являются именно цвета, ведь каждый из них символизирует особую черту так называемого характера Татарстана. Так зеленый цвет манящей зелени весны, белой кристальной чистоты, а красный безудержной энергии многовековой жизни, зрелости и безграничной мудрости. Мне хотелось бы отметить, что именно в последние годы особенно интерес к флагу в нашем сообществе связан с теми переменами, которые происходят в самой России, в самом Татарстане. Это вновь проснулся интерес к своему историческому прошлому, выросл и существенно уровень патриотизма и в России, и в Татарстане. И сегодня флаг вошел как поседневная часть церемониала и в образовательный процесс, и в Казанском федеральном университете, и в школах республики, в общественных организациях. Флаг республики Татарстан занимает достойное место и олицетворяет собой историю, культуру нашей с вами республики. Действующий флаг и герб республики за последние три десятилетия стали прочно ассоциироваться с Татарстаном. Его лидирующей ролью в социально-экономической и культурной жизни страны. Он будет продолжать радовать глаз граждан республики, а также ежегодно праздновать все новые и новые круглые даты. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся торжественный вечер в честь 95-летия народного писателя Республики Татарстан Аяза Гелязова и венгерского писателя Арпада Голгоцы, чье имя увековечено в Лермонтовской энциклопедии как гениального переводчика русской литературы в Европе. Обо всем подробнее узнаете в следующем сюжете. Торжественный вечер, посвященный поистине легендарным творцам, писателям Аязу Гелязову и Арпаду Голгоцы, прошел в теплой и дружелюбной атмосфере. Почтить их память собрались более ста неравнодушных ценителей таланта авторов, коллеги и родственники. Почетными гостями мероприятия стали родные народного писателя Аяза Гелязова, вдова Накия Гелязова и один из сыновей доктор исторических наук Искандер Гелязов. Также вечер посетили ведущие переводчики, художественные редакторы и директора книжных издательств, директор фонда Жиен, Фуат Рафиков и генеральные консулы Венгрии и Республики Казахстан в Казани. Мы отмечаем юбилей писателей, которые развернули земной шар к свету татарской души. Арпад Голгоцы – это великий переводчик русской литературы в Европе. Он неоднократно был в Казани и исполнял русские романсы. Мы его посвятили почетного татарина, соответственно. Аяз Гелязов трижды поступал в наш Казанский университет и трижды его не закончил, так как он закончил высшие литературные курсы. Великий татарский писатель, который читает сегодня мир. Благодаря проекту, который развернулся в нашем институте, мы организовали продвижение его перевода в Турции, в Венгрии и в Америке. И сегодня мы презентуем результат деятельности нашего университета по продвижению татарской литературы в мире за последние пять лет. Аяз Гелязов – татарский, советский и российский писатель, народный писатель Республики Татарстан. Первые свои произведения он создал еще будучи студентом Казанского государственного университета. Им было написано пять больших романов, около 20 повестей и более 40 пьес, которые ставятся в театрах Татарстана, России и за ее пределами. Творчество писателя было отмечено большим количеством почетных званий и литературных наград. Друг Аяза Гелязова – Арпад Голоци, венгерский переводчик художественных произведений, писатель и поэт. С будущим татарским писателем венгр подружился в советском лагере, который, как он шутил, стал его погружением в языковую среду. Многое их объединяло. Они были ровесниками, арестовали их в стенах учебных заведений, по ночам они разговаривали о литературе и истории. Судьба товарищей сплелась однажды и, кажется, не разъединялась больше вовсе. В 2008 году доцент нашего института, Милевыша Хабуддинова, выпустила методическое пособие Аяз Гелязов в рамках проекта «Мир татарской литературы». Судя по тому, что рецензию на эту книгу написал Тингис Айтматов, и книга была издана в одном из наших центральных издательств «Магарифе». Можно судить, какова была взята планка еще в то время. На протяжении всего вечера вокалист Казанской городской филармонии Рустем Насибулин исполнял любимые песни Аяза Гелязова. Поэтому гостям мероприятия удалось не только поближе узнать о трудах народного писателя, но и о его музыкальных вкусах. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. Без развития науки сложно представить современный мир. Благодаря ученым у нас есть телефоны, машины, компьютеры и многое другое. С целью привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в Казанском федеральном проводятся всероссийские международные конференции и встречи. Одна из таких – материалы и технологии 21 века. Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что ученые, их труды и открытия пишут историю российского высшего образования. Казанский университет – один из старейших вузов России. Он стал местом рождения неевклидовой геометрии, парамагнитного резонанса, теории строения органических веществ и многих других открытий мирового значения. Сменялись столетия и поколения, но любовь, уважение и преданность к науке – нет. Сегодня, как и вчера и завтра, вуз готовит первоклассных специалистов в своей области и притягивает все больше молодежи, вовлекая в активную научную деятельность Олимпиады и конференции. Всероссийская школа, конференция с международным участием, материалы и технологии 21 века – одно из таких мероприятий. На открытии с торжественной речью выступил директор химического института имени Бутлерова Марат Зиганшин. Он подробно рассказал про историю становления и развития конференции. В 2000 году Казанский государственный университет, тогда еще был, он выиграл грант. Он назывался грант. Номер даже, как я сейчас вспомню, РЭК-007. Этот грант совместный с нашего Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Американского фонда гражданских исследований и развития. Этот фонд был создан, по-моему, в 1995 году. И вот уже через пять лет фонд выделил средства. Это были валютные средства, и какая-то часть была выделена, насколько могу ошибаться, примерно 50 на 50 от Российской Федерации. Внимое из условий фонда было проведение конференции. Конференции для студентов, молодых ученых нашего университета. И, соответственно, здесь собрались такие маститые ученые. Я помню, там был Альберт Аганов, был Кефмин Улинович, тоже академик. И решили, что сделаем конференцию не какую-то узконаправленную, а междисциплинарную. Для молодых ученых и аспирантов Казанского федерального университета проведут мастер-классы и лекции, на которых опытные профессора и наставники расскажут про особенности изучения самых разных наук. Участники также могут представить свои работы и достижения. По итогам будет составлен сборник лучших материалов и докладов. Данная конференция 2014 года проводится под эгидой Ассоциации молодых ученых Казанского федерального университета. И в этом году она впервые проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках гранта, направленного на поддержку деятельности студенческих научных сообществ. Цель данной конференции, чтобы студенты из разных областей доложили о результатах своей работы, о своих интересах, для того, чтобы мы могли их познакомить между собой, поскольку именно в рамках таких знакомств возникают междисциплинарные исследования, а именно они являются топовыми и позволяют получить наиболее интересные результаты. Учение света, а не учение тьма. Занятия наук открывают возможности для перспективного развития не только человека, но и университета и всей России. Для молодых ученых и аспирантов это уникальная возможность попробовать свои силы, проверить знания и продолжать покорять вершины науки. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина, Универновости. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекции в России за прошедшую неделю составил около 55% на 100 тысяч населения и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 33%. В Татарстане также растет заболеваемость. С 20 по 26 ноября зарегистрировали 645 новых случаев заражения, хотя недели ранее их было 596. В больницы попали 224 человека, что на 19% больше, чем за предыдущую неделю. Станет ли это началом новой волны заражения? Узнаете в сюжете. С 2019 года количество зараженных коронавирусом во всем мире уже достигает отметки в 700 миллионов человек. Что касается Татарстана, то зафиксировано всего 210 951 случаи заболевания. Казалось бы, в последнее время эпидемия сошла на нет. Однако, согласно статистике Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в республике выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. С 20 по 26 ноября в больницы попали 224 человека, что на 19,1% больше, чем за предыдущую неделю. Большинство случаев заболевания пришлось на штамм омикрон. Обычно пациенты переносят инфекцию почти бессимптомно или по типу ОРВИ. Во-первых, это сезонная заболеваемость. Как и другие острые респираторные вирусные инфекции, COVID-19 следует определенной сезонности. Осенью люди возвращаются на работу, дети возвращаются в школу, в детские сады. Увеличивается частота и плотность контактов между людьми, что создает благоприятные условия для передачи вируса. Ну и когда на улице становится холодно, люди тоже больше времени проводят в помещениях, что также улучшает распространение вируса, то есть облегчает передачу вируса от человека к человеку. Коронавирусная инфекция, как и предсказывали ученые, стала сезонным заболеванием. У большей части заболевших COVID-19 протекает бессимптомно или как ОРВИ. У 4% заболевания проходят как вне больничная пневмония. Доминирует среди штаммов по-прежнему омикрон и его разновидности. Министерство республики начал готовиться к росту заболеваемости заранее. В медицинских учреждениях создали резервы лекарственных препаратов, медицинских масок, оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, и развернули дополнительные ковид-койки. Коронавирус, вот этот вот SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, по мнению многих ученых и врачей, останется с нами навсегда. И так же, как мы каждый год болеем простудами, болеем гриппом, так же будем болеть и COVID-19, ну или новыми вариантами этого коронавируса. При этом заболевание стало протекать в более легкой форме, но вот эта вот постоянная передача от человека к человеку, постоянное поддерживание заболеваемости в популяции людей, все равно позволит сохранить своего рода коллективный иммунитет. В общей сложности в республике за этот год было зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ковидом. По словам представителей Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в республике в последний месяц стабилизировалась. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова